Привет, друзья! С вами канал Учимся отдыхать вместе. Сегодня новости из Узбекистана. Для кого открыты границы, кто может въезжать и выезжать из страны? Давайте разбираться. Узбекистан – это страна в Центральной Азии, одна из стран, входящая в состав СНГ. Территория на севере и северо-востоке граничит с Казахстаном, на востоке и юго-востоке с Кыргызстаном и Таджикистаном, на западе – с Туркменистаном и на юге – с Афганистаном. Власти Узбекистана продлили период карантина до 31 сентября. При этом для иностранных граждан сохраняются ограничения на въезд и транзит через эту страну. Частичный въезд и выезд на территорию Узбекистана разрешила специальная республиканская комиссия еще с 15 июня 2020 года специалистам иностранных компаний, пациентам на лечение, родственникам граждан страны и выезд на таких же основаниях. Согласно решению спецкомиссии, утверждена временная инструкция о порядке выполнения постоянных авиарейсов с зарубежными странами в период пандемии коронавируса. Соответствующим органам поручено принять меры для постепенного восстановления международных сообщений авиажиды и автомобильных через переговоры с иностранными экспертами. Документ вступил в силу с 1 сентября 2020 года. Кроме того, до 1 октября приостанавливается выдача разрешений туроператорам и авиакомпаниям на осуществление чартерных рейсов в условиях карантина. Помимо этого, разрешен выезд транспортных средств, зарегистрированных в соседних странах и временно ввезенных в республику. К тому же, срок возврата автомобилей продлен из других государств до 1 ноября текущего года. С 1 сентября отменены ограничения для пересечения границы с Кыргызстаном на автомобиле. Лица, находившиеся в соседнем государстве последние 14 дней и получившие справку об отсутствии коронавирусной инфекции, за последние 72 часа могут не проходить обязательный карантинный контроль при въезде в Узбекистан. Также отменяется карантин для въезжающих соотечественников, которые в период пандемии находились только на территории Кыргызстана. В остальных случаях граждане, въезжающие в республику, обязаны соблюдать карантинный режим. Итак, кто может въезжать в Узбекистан и выезжать за рубеж, пока закрыты границы? С 15 июня 2020 года не нужно получать согласие узбекской стороны на прилет следующим категориям граждан. Сотрудникам депредставительств и консульских учреждений зарубежных стран и членам их семей. Специалистам иностранных компаний и других организаций, работающим в Узбекистане в рамках инвестиционных проектов. Гражданам, следующим в республику с медицинскими целями. Иностранцам, а также лицам без гражданства с постоянным местом жительства в Республике Узбекистан. Кроме того, ограничений нет для узбекистанцев, временно находящихся и постоянно проживающих за границей и желающих прилететь на родину. Также проезд через территорию республики разрешен гражданам, направляющимся в другие страны транзитом. В этих случаях основанием служит предварительный запрос депредставительств и консульских учреждений зарубежных государств в МИД Республики Узбекистан. Порядок выезда из страны. С 15 июня 2020 года не нужно получать разрешение на вылет следующим категориям граждан. Гражданам, следующим за границу в медицинских целях. Гражданам, имеющим за рубежом близких или тяжело больных родственников. Гражданам Узбекистана, имеющим вид на жительство в других странах. Гражданам, выезжающим за границу на работу или учебу. Для приобретения авиабилета, указанным выше категориям граждан, рекомендуется обратиться в дипмиссию страны, куда они намерены отправиться, для получения информации о действующих там порядках и условиях въезда, а также карантинных мерах. Чтобы купить авиабилет, необходимо обратиться в представительство соответствующей авиакомпании. При этом у пассажира могут запросить документы, подтверждающие право на въезд гражданина в страну направления. Для выезда граждан Узбекистана за границу наземным транспортом необходимо решение специальной республиканской комиссии. Для выезда за пределы республики иностранцев ограничений нет. Напомним, истекшие визы граждан других государств, находящихся в Узбекистане, автоматически продлены до 1 ноября 2020 года. На сегодня по Узбекистану у нас все. Если у вас есть вопросы, либо какие-то дополнения, пишите нам, пожалуйста, в комментариях. Кто досмотрел наш обзор до конца, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Следите за туристическими новостями и оставайтесь с нами, впереди еще много всего нового и интересного.